Нравится, как некоторые коучи рассказывают, не давай мужчине ближайшие три месяца, вот только после того, как ты поймёшь, что он к тебе хорошо относится, серьёзно, вот тогда давай, не давай тебя использовать, или вообще, самого любимого, до свадьбы ни-ни. Я хочу вам кое-что сказать, что в принципе, если у мужчины намерение вас трахнуть, то он подождёт три месяца, ну, не до свадьбы, три месяца он подождёт. У меня есть очень много историй о том, как люди переспали там чуть ли не на первых свиданиях, и они уже очень долго вместе, много лет. У них дети, брак и так далее. Фразы меня используют мужчины, я вот в следующем видео, девочки, вам расскажу очень важную вещь, и я советую вам послушать её. Девочки, я советую вам понюхать его. Ладно, это так, свои мечты. Ребята, всем здорово, саночь, ну, понятное дело, ребята, они будут оправдывать всё, абсолютно всё. Переспали в первый день, когда в туалете клуба, как бы, о, у них семья появилась, да, там всё классно, всё охренительно. Ребята, ну, не могу, конечно, вас там призывать, ребята, просто вам советую, не слушайте это всё фуфло. Дала через три месяца. Ребята, во-первых, психологи, которые используют, психологи, мать их, перемать, ребята, которые используют слово дала. Ну, то есть, вы понимаете, что якобы что-то женщина дала мужчине. Ребята, я ни хера не психолог, я ни хера не психолог, и мне женщины ни хера ничего не дают. Вы понимаете, что это такая фундаментальнейшая манипуляция, когда якобы женщина что-то даёт мужчине. Вы же понимаете, что у тех же самых оленей, которые склонны к оленизму, это же всё откладывается в мозгу просто на генном уровне. Мне дают, значит, я нуждаюсь. Кому дают, ребята? Если женщина даёт, она решает, дать, не дать. Ты обездоленный для неё, да, ты обиженный, как бы. Она будет решать, тебе дать, тебе или не дать. А всё, не дам, а месяц потом не дам. И мужчины в это верят, и они потом начинаются добиться её, заслужить секс с ней. Терпят в браке, когда секса нету, ну, потому что она же там обиделась, у неё там голова болит, там, да, она там, ещё там настроения у неё нету ни хера. Как бы они терпят, потому что они считают, что им дают. Он свято уверен, что сейчас если эту бросит, пойдёт у другой, там будет то же самое, потому что ему дают. Он не сексом занимается, не любовью, не трахается. Ему дают то, что ему надо. А ей, как бы, это не надо. У него, по факту, это уже есть, да? Ребята, как таких психологов слушать-то вообще можно? Кто им деньги вообще платит за консультации? Дают. Что? Напишите в комментариях, что они дают, женщины, что вы даёте, что вы мне можете дать? Что вы мне по факту можете дать?